Для кого-то майские дни стали мини-отпуском, но облюстители закона работали, как это всегда бывает на празднике, в усиленном режиме. К сожалению, в этом году маёвка не прошла без ЧП. Сводка происшествий в следующем материале выпуска. Всего более 200 происшествий и 71 преступления совершено в Славянском районе с 9 по 13 мая. По словам сотрудников правопорядка, в дни, когда люди активно отдыхают, а значит и выпивают несколько больше спиртосодержащих напитков, чем обычно, такие показатели ЧП. Ещё не предел. По горячим следам удалось раскрыть большую часть правонарушений, а если быть точнее, 61 преступление. За пять дней праздника в блюстителями порядка было составлено 208 административных протоколов, задержаны 42 человека. Самым распространённым преступлением среди прочих, как это часто бывает в дни народных гуляний, стали кражи и ДТП. А вот накануне майских торжеств в ночь с 7 на 8 в хуторе Нищедимовского произошёл несчастный случай, в результате которого погибла женщина 76-го года рождения и её 10-летний сын. Погибших обнаружил племянник. Об этом он и сообщил в дежурной части. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что накануне 7 мая семья, которая проживает в данном домовладении, принимала ванну. При этом было нарушение эксплуатации газового прибора, водонагревателя. Также в ходе осмотра места происшествия с участием эксперта было установлено, что смерть произошла от отравления угарным газом. Мужу погибшей и их старшему сыну удалось выжить. После проведения интенсивных реанимационных процедур они пришли в себя. Сейчас жизни мужчины и мальчика ничто не угрожает. Их поместили в терапевтическое отделение Славянской ЦРБ. По факту гибели людей уголовное дело не возбуждено. Юлия Ганезова, Павел Трифонов, Сергей Тимовский, Александра Тимовская. Программа События.